Харе Кришна, дорогие преданные, мы рады приветствовать вас на канале Русская Санга. И сегодня с нами снова Ее милость Уттама Давидаси и Ее милость Пардха Прабху. И они продолжат свой семинар о том, как поддерживать добрые отношения. И сегодня мы поговорим о пятом принципе. Пардха Прабху, Уттама Прабху, we are so happy to see you. Сегодня мы поговорим о пятом принципе – взаимное употребление. Давайте поговорим о том, как выглядит данное уважение. Часто мы должны быть в состоянии говорить оскориться, честно, ценить чувства друг друга. И потребности. И также мы понимаем, что уважение – это очень важный принцип вайшнавизма. И это суть учения Господа Махапрабху, он всегда говорил, что он должен быть терпеливее, чем дерево, лишен ложного престижа и быть готов предложить все уважение другим. И это у нас должно быть такое уважение, любовь к Богу. Поэтому это очень важная часть вайшнавизма. И также очень важное уважение в браке. В очень близких отношениях очень важно, очень важно понимать, что это уважение должно быть не односторонним, оно должно быть взаимным. Как, например, в примерах, в случаях, когда есть какое-то неправильное понимание о том, что такое ведический брак, и иногда преданные, а особенно часто к этому мужчину склонны думать, что ведический брак означает, что жена должна меня уважать, она должна быть моей служанкой, и что все, все делать, что я скажу. Но в соответствии с вайшнавизмом, уважение — это взаимный процесс. И я сейчас прочитаю, что говорит Прабхупада в лекции. Нью-Йорк, 1966 год. Он говорит, представьте, вы кого-то любите, и вы просто думаете о нем, но не заботитесь о нем. Вы думаете, как хорошо. Нет, но это не хорошо, потому что это не любовь, это эксплуатация. Когда мы просто что-то берем и ничего не предлагаем взамен, это просто эксплуатация. Поэтому любовь означает, что вы должны заботиться. И вот такова картина, в целом, как то значит вайшнавское поведение в браке, в любви, в отношениях. И как мы раньше говорили на предыдущих сессиях, Баксиси Данта Сарасвати Таку, он говорил о том, что когда мы хотим выйти замуж или жениться, и муж, и жена должны принять в качестве партнера только того, кого они видят как более совершенного слугу Господа, лучше, чем я сам. И как же каждый из них это сделает? Единственный способ — это вот это взаимное уважение. Уважение показывает, взаимное уважение означает, что мы выражаем интерес к тому, что происходит в мире каждого из нас. Мы задаем вопросы, как у тебя жизнь, как прошел день, мы отвечаем на их разговоры, мы взаимодействуем. И когда нам не удается отвлекаться, отвечать, мы проявляем этим неуважение. И это часто приводит к большим проблемам в отношениях. И поэтому, как должно это быть? Были проведены исследования, которые сказали, что если партнеры не устанавливают вот эту связь, не отвечают друг другу, и если они им не удается, нарушается эта связь, если они это делают в 60% своих взаимоотношений, это значит, что очень скоро будет развод. Поэтому взаимное уважение значит проявлять интерес, быть внимательным к другому человеку, к его интересам и мнению. И один из вызовов в отношениях – это то, что мы можем развить слишком большую фамильярность. Очевидно, в дружбе мы, да, действительно дружелюбны, мы близко общаемся, но вот эта фамильярность, о которой я говорю, она становится слишком пренебрежительной, а мы не перестаем ценить эти отношения. И это может быть очень разрушительным для отношений, потому что в таком состоянии, когда мы слишком фамильярны, мы не ценим. Иногда мы можем не обращаться с теми, кого мы любим, с наибольшим уважением. Поэтому вайшнав и взаимное уважение для вайшнава значит, что я уважаю жену, а жена уважает меня. Но это не только в том, что я и она. Нет. Есть я, есть она и еще Кришна. Кришна там. И если я не уважаю ее, а она не уважает меня, это значит, мы должны подумать о том, что как Кришна, что Кришна об этом скажет. Потому что Кришна, он не отдельно от нашей жизни, он часть нашей жизни. Мы осознаем его. И поэтому уважение в вайшнавизме, это значит, что мы видим все живые существа, как часть неотъемлемой Кришны. И каждый достоин нашего самого большого уважения. Но, к сожалению, иногда, из-за того, что мы развиваем эту фамильярность, мы перестаем ценить, мы забываем об этой связи с Кришной, которая... И иногда мы начинаем общаться, наше общение наполняется неуважением. Оно должно быть уважаемым. Это не означает, что у нас не будет разных мнений, что не означает, что у нас не будет несогласия, не означает, что у нас не будет проблем, если будет уважение. Это означает, что мы будем работать над этими трудностями, над этими вызовами, над этими различиями с уважением. Поэтому, когда неуважение входит в отношения, у нас есть склонность быть критичным и обвинять. Но когда мы полны уважения, мы мягко делаем и с уверенностью. Мы избегаем критики и обвинений. Мы просто просим, говорим о своих просьбах, что нам нужно. Поэтому вместо того, чтобы сказать, «Ты мне никогда не помогаешь по дому», скажите, «Тебе ты не мог бы вынести мусор?» И очень важной частью уважения – быть нежным, аккуратным. И когда мы относимся позитивно к конфликтным ситуациям, не критикуем, не сводим, не принижаем другого человека, пытаемся понять, решать ситуацию с уважением, с юмором, проявляем интерес, открытость. И когда мы принимаем другого человека, его влияние, вот это взаимное уважение, когда мы признаем мнение, важность мнения, чувств другого человека, вот это позитивный подход к конфликту. И если мы не можем позитивно подходить к этому, то конфликт, и если мы умеем позитивно решать конфликт, это хороший признак того, что у нас хорошие, здоровые отношения. И я должен еще также упомянуть, у нас есть возможность, мы будем отвечать на вопросы, пожалуйста, пишите их в чат, и мы на них будем отвечать. Хотелось бы сказать о том, что говорил Прабхупад. Прабхупада вел себя так, он проявлял самое большое уважение ко всем, ко всем живым существам. И в то же время Шрила Прабхупада, он был на самом деле также с большим уважением относился к своим ученикам. Он принимал во внимание, заботился об их здоровье, об их мнении, о том, как поживают их семьи. И иногда он даже... Он спрашивал их мнения. Он спрашивал у учеников их мнения, когда он принимал решения. Поэтому Прабхупада проявлял это уважение. И он давал это уважение другим. Хотя он и занимал самое высокое положение и мог требовать уважения, но он сам проявлял это уважение. И вот это настроение, которое было у Прабхупада, взаимного обмена, то, что нас заставляет еще более уважительно к нему относиться и служить ему еще больше. Как, например, знаменитый случай, когда Прабхупада говорился с твоими духовными братьями, и им служило мало тип, просад подавал. Он сказал, она за меня горло кому угодно порежет, а я за нее кому угодно тоже свое горло перележу. Вот что значит любовное, полное уважение отношений. И второй частью этого уравнения является уважение. Конечно, с одной стороны, взаимное уважение, когда мы ценим друг друга. Как мы в предыдущих видео говорили о важности, ценить друг друга. Мы говорим, что это все способствует, что нам нужно создавать здоровый банковский счет в наших отношениях положительных, выражая нашу благодарность, то, что мы ценим человека. Вот это то, что у нас в сердце. Благодаря этому любые отношения растут в своей ценности. Таким образом пополняется наш позитивный банковский счет. И когда мы взаимное уважение выезжаем и ценим, даже в те моменты, которые иногда бывают, у нас возникают трудности, может быть, какие-то несогласия, благодаря вот этой культуре, того, что мы ценим друг друга, наши отношения хорошие, то вот эти трудности, они нас не разрушают. Это не значит, что трудностей не будет. Это значит, что их будет гораздо меньше. И мы будем с большим уважением относиться друг к другу в этих трудностях. То есть, вы можете сравнить это с рукой. Если моя рука, если я ценю тебя, когда у нас есть несогласие, то вот разногласие – это больше как рука на расстоянии. А если во мне нет этой культуры, того, что я ценю и уважаю, то каждый раз, когда у нас возникает проблема, то она будет выглядеть вот так. Это все, что вы будете видеть, это вот то, что проблема. И у этого человека будете чувствовать, партнер, ничего хорошего вам не думает. Проблема одна и та же. Но, посмотрите, культура, когда мы ценим другого и уважаем, это совершенно другой подход. В Индии иногда сравнивают это с… Иногда бывает гром, есть молния, но нет дождя. Так же говорят в семье. Вот сверкнула молния, но гроза не разразилась. Вот так должно быть. Это происходит из-за вот этой позитивной культуры. И снова, если мы будем культирировать вот это взаимное, когда мы взаимно ценим друг друга, у нас будет все хорошо. А если наш банковский счет отношений очень маленький, то тогда и каждая проблема становится большей. Поэтому способность пар разрешать несогласия напрямую связана силой их дружбы, насколько хорошо они дружат, насколько они ценят друг друга. И это взаимная цель, когда они ценят друг друга, оно способствует взаимному уважению. И когда это есть, то решать проблемы гораздо проще, разморвки, несогласия. Потому что счастливая пара, они на самом деле, у них тоже есть те же самые разногласия, как и у неуспешной пары. Но разница в том, что благодаря взаимному уважению и культуре того, что они ценят друг друга, они способны принять вот эти разные уровни, кочки, которые возникают в общении. И если у меня нет взаимного уважения, если я не ценю, то я просто буду это ценить как нападки у меня. Если эта культура есть, то мы можем посмеяться, улыбнуться. Когда у нас счастливые отношения, нам гораздо легче принять другого человека и его отличия. И это помогает счастливой паре проходить через эти несогласия, через эти ситуации. Поэтому, когда есть взаимное уважение, когда мы ценим друг друга, когда мы выстраиваем эту дружбу, это очень сильно помогает счастливому браку, который поможет выстоять в ненастях. И снова хочу сказать, мы говорим сейчас не только об отношениях и не только о браке. Мы говорим об отношениях между вайшнавами и вайшнавской общине. Вайшнав, он ценит служение других вайшнав. И Прокупат говорил, что это тот способ, как мыслить в вайшнаве, как мыслить на вайкунхе. Как мыслить на вайкунхе. Вот такой настрой, когда человек ценит других и их вклад. Что мы делаем в нашей жизни, вот в этот данный момент, и в каждый момент нашей жизни мы должны практиковать как качество духовного мира развеять подход вайшнава, мышление вайкунхе, мышление вриндавана. И мы не должны думать, что то, что мы думаем, в каждый момент нашей жизни, оно не относится к этому, или это что-то постороннее. Нет. Мы должны практиковать эти ценности в этой жизни для того, чтобы в следующий прийти в духовный мир. И это не просто что все наше плохое поведение или наши какие-то склонности автоматически пропадут. Так не бывает. Как Убада сказал, в 14 главе Бхагавадгиты, он описывает, что, практикуя, человек должен культивировать вот эти действия в гоне благости, которыми является уважение. и то, что мы ценим друг другу, это культура духовная. Мы не просто живем в благости, этого недостаточно. Мы должны эту благость использовать для того, чтобы поднять себя еще выше. На духовный уровень мы должны развить это видение для удовлетворения Кришны. Иногда мы можем попасть в эту ловушку, что, ну, мой муж не преданный. Поэтому, почему я должна его уважать? Но вы должны уважать его, потому что он духовная душа, часть частичка Кришны, потому что он дает вам поддержку, он дает заботу. И нам нужно видеть это, что каждый, он на самом деле внутри преданный Кришне. И если мы видим это таким образом, это поможет нам подняться, стать лучше. Поэтому мы не должны думать, что взаимное уважение не нужно. Нет. Наше уважение должно быть ко всем живым существам. И даже если у нас есть неразногласия, мы должны ценить каждое живое существо. Иногда нам приходится быть терпимым другими людьми. Но для того, чтобы... Как мы должны терпеть это? Мы должны терпеть это, как будто бы мы ценим. Мы ценим, потому что мы видим хорошие качества в этом человеке. Да, есть не отрицательные, но мы должны видеть все прекрасные качества, которые в нем есть. И это помогает нам развить уважение и ценить этого человека. И когда мы это развиваем, мы начинаем видеть, что в нем есть много других прекрасных качеств. И мы благодарны за это. И ваишнавизм, ваишнав должен открыться всем живым существам и увидеть это. И это очень важная часть его настроения. И снова, как мы говорили в начале этой сессии и в предыдущих сессиях по ценностям счастья приходит к нам, когда мы живем в соответствии с нашими ценностями. И у нас должно быть четкое представление о том, что такое ваишнавские ценности, чего я хочу в жизни и как я хочу жить. И это приведет нас к духовному счастью. Но если мы не... Если у нас нет вот этой карты, у нас нет понимания вот этих важных ценностей, тогда, когда в нашей жизни наступают проблемы, вызовы какие-то, разочарования, без этого понимания этих ценностей мы начинаем отрицать и без умения реагировать позитивно на конфликты, мы начинаем страстно реагировать или еще как-то неконструктивно развивать наши отношения. Поэтому снова даже не неконструктивно, а деструктивно, разрушающие. И поэтому, когда мы примем эти ценности, когда мы будем прилагать усилия применять их в нашей жизни, тогда мы увидим, что мы начнем ценить. И я вижу, что, может быть, мой супруг гнилает что-то, что меня расстраивает, расстраивает, но я понимаю, что это возможность практиковать эти ценности. И наверняка там есть в этом для тебя какой-то... Да, да. Почему это происходит? Спросите, почему это со мной происходит? Или мы можем думать, чему я могу здесь научиться? Что Кришна хочет, чтобы я понял в этой ситуации? И в этих ситуациях они приходят не просто так. Кришна их зачем-то для нас делает. каждый месяц, каждую неделю, каждый день, каждый час и даже каждый момент. Кришна посылает нам эти возможности. Поэтому качество наших взаимоотношений означает качество нашей жизни. Поэтому нам нужно пытаться стремиться иметь хорошие отношения, полное взаимного уважения и много-много-много чувства того, что мы ценим другого. И сейчас, если есть какие-то вопросы, давайте мы посмотрим. We have a comment from Людмила. Харикришна, please accept my humble obeisances. Thank you very much for such a wonderful session. And how can I behave in a situation when my spouse thinks that it is more valuable to serve outside of family than to take care of the family? You have to help him that his family is also very important part of your mission and a very important part of your mission to be a part of your life. And that it's not something that is different. And I just want if we all think, just like if we all think, you know, maybe what are our children going to think of us after God? Just imagine, our children might say, my parents were really nice to be in the church, and many people did not have a service in the church, but about me they really did not have a service. And sometimes we ask why some of these children are not that enthousalized by our children are not that enthousalized by our children are not that enthousalized by their spiritual life by giving them to the church to me. And especially children, because when they look at us as a parent, we are for them to be their friends, we must be their friends, we must be with them, and to be extremely important, and to be important, spend quality time with their children, and to understand, raising their children, and to be very important, and to be very important, and to be told us to one of our духовных sisters, we had the same thought, same thought, same thought, it's better for her to serve at the temple, and to be better for her to serve at the temple, and to be and to be very important, and to be very careful, and to be because it's her important service. And what I think is that we are Да, мы иногда, как бы сказать, не совсем понимаем, какое служение важно. И важно не то, что я хочу изменить своего мужа, а то, что я хочу, конечно же, прежде всего, изменить себя. Я думаю, что частью этого является культура, культура, которую нужно изменить в наших сообществах преданных. Каждый должен хотеть помочь. И каждый должен стремиться правильно, иметь правильные варианты на вещи. Служение – это не только что-то, что выполняется только в храме. Каждое отношение – это очень-очень важная часть служения. Какая цитата в Бхакти Тиртхи Махараджа была? По сути, он говорил, что ваше отношение к другим, поведение по отношению к другим, определяет ваш успех в духовной жизни. И так или иначе, те действия, которые не в гуни-сатве, не чисты, если мы не станем чисты, мы не сможем войти в духовный мир. И может быть, да, муж ваш проводит недостаточно времени, посвящая семье. Может быть, он не удовлетворяет какие-то ваши потребности, потребности ваших детей. Но самое лучшее – это просто развить с ним хорошие отношения. Все равно испытывать это, показывать взаимное уважение, ценить то, что он делает. И следующее – просто просить у него конкретные вещи. Очень конкретно формулируй. Не надо говорить, я хочу, чтобы ты больше времени проводил дома с детьми. Нет, просто объяснить ему, что конкретно вам надо и почему это надо. Если вы будете жаловаться, и особенно если вы будете формулировать свои просьбы в виде жалоб, вы получите меньше, чем если бы вы могли сформулировать это в форме мягкой просьбы. Объясните ему, насколько семья важна, насколько вы будете ценить его усилия, как это важно для детей. Просто дайте ему эти позитивные причины, и постепенно ситуация изменится. Не за одну ночь, конечно же, но вы знаете, что сострадание помогает измениться. Когда мы ведем себя состраданием, когда мы ценим человека, благодаря этому духовно будет развиваться взнос. Самый важный совет, который мы вам даем, не жалуйтесь. Пожалуйста, просите. Формулируйте в форме мягкой просьбы. И так как мужчины, да и вообще кто, если на них начинают жаловаться, как они себя ведут? Спасибо вам большое. И мы позволим вам попрактиковаться. Теперь у вас есть время практиковать это взаимное уважение, ценить своего супруга. Несколько раз в день выразите то, как вы цените, за что. Скажите, какие качества вы цените, какие черты характера, действия. Пожалуйста, благодарите. Харе Кришна. Харе Кришна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...